Известно, что в первый год жизни малыш растет очень быстро, поэтому его гардероб должен обязательно соответствовать тому сезону, в который он порадовал вас своим появлением на свет. Нужно ли покупать одежду грудничкам впрок, какая теплая одежда нужна для новорожденных, отличается ли одежда девочек и мальчиков грудничкового возраста, обо всем этом пойдет речь в этом видео. Главное в любой одежде малыша – это чтобы ему было в ней комфортно во всех отношениях. Подбирать одежду следует из нежных мягких тканей. На ней должно быть множество различных застежек, кнопочек, чтобы ее было легко снимать и надевать. Если малыш появился на свет зимой, потребуется комплект теплых вещей для прогулок, а также более легких для нахождения в помещении. Нельзя сбрасываться с счетов и то, что зимой постиранные вещи сохнут гораздо дольше, чем в теплый сезон, а значит, по количеству их должно быть больше. Кроме того, зимой для новорожденных добавляется еще и верхняя одежда. Большинство родителей останавливают свой выбор на комбинезоне. К выбору верхней одежды для маленького члена семьи надо подходить максимально внимательно и ответственно. Насколько тепло и уютно будет себя чувствовать в комбинезоне грудничок, зависит от многих качеств этого вида одежды – покроя, вида утеплителя, его толщины и верхней ткани. Важно учитывать и то, в каком регионе вы живете. Если эта местность с суровыми зимами, утеплитель должен быть изготовлен из натурального пуха или шерсти. Там, где зимы мягкие, лучше остановить свой выбор на синтепоне. Если на градуснике ниже минус 15, лучше отказаться от прогулок, ограничившись двух-трехразовым проветриванием помещения. Если есть необходимость выйти с ребенком на улицу, не оставайтесь там дольше получаса. Одежда для новорожденного зимой. Перед тем, как отправиться в магазин за покупкой новорожденному одежду для зимы, полезно предварительно составить список. Так проще определиться, какая одежда обязательно нужна зимой малышу. Решая, что надеть на прогулку, можно воспользоваться списком необходимой одежды новорожденному для зимы, который мы сейчас вам приведем. Слип или ползунки с кофточкой, подгузник, теплые носочки, тонкая и теплая шапочка, прогулочный комбинезон, теплый плед или одеяло. Сколько одежды нужно? Часто неопытные мамы задаются вопросом, сколько зимой нужно одежды? Исходить следует из того, что в этот период года находиться на улице младенцу рекомендуется не более получаса. Вот и сосчитайте, сколько времени вы с малышом будете проводить в квартире, а сколько на свежем воздухе. Приблизительный подсчет даст такие результаты. 5 слипов, 3 боди, 2 пары шестяных и 3 пары легких носочков, 1-2 чепчика, 1 кофточка, выходной костюмчик, 1 теплый комбинезон, 1 пуховая или меховая шапочка, 1 вязаная шапочка, теплое одеяло или плед, 5-6 тонких и 10 байковых пеленок, 7-10 ползунков и тонких распашонок, 5-6 фланелевых распашонок. Естественно, это список ориентировочный. Всех этих вещей вполне достаточно на определенный период времени, ведь понятно, что все три зимних месяца малыш не сможет носить одни и те же распашонки или боди. Уже хотя бы потому, что за этот период времени он из них просто вырастет. Зимняя одежда для новорожденных девочек. Обычно зимняя одежда для новорожденных особо не отличается, будь она предназначена для девочек или для мальчиков-представителей сильного пола. Правда, есть традиции идентифицировать девочек по присутствию розового цвета в их одежде. Объяснимо желание мамы девочки надевать на нее одежду с ленточками и завязками. Но этого следует избегать в мерах безопасности вашей принцессы, ведь они могут попасть в рот, что чревато неприятностями. Одежда для новорожденных мальчиков. Зимняя одежда для мальчиков-грудничков идентична гардеробу той, которая приобретается новорожденным девочкам. Разве что цвет более строгий, по традиции много голубого. Да и рисунок на кофточках-распашоночках несколько другой, более мальчиковой. Это могут быть машинки, самолетики. Если это рубашечка, то в клеточку или полосочку. Одежда, которую вы покупаете для новорожденных мальчиков, должна быть прежде всего теплой, мягкой и удобной. А уже идентификация принадлежности к сильному полу – это вопрос десятый. Естественно, что всякие бантики, шнурочки на ней должны отсутствовать. И не столько потому, что это принадлежности одежды девчачьей, сколько потому, что это небезопасно. Продолжение следует...